Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1100 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 23 человека, еще 29 пострадали. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе помощь спасателей понадобилась на МКАД, где в результате столкновения с фонарем загорелся легковой автомобиль «Ягуар». И еще одно ДТП на МКАД потребовало вмешательства спасателей. Рено Дастер совершил наезд на металлическое ограждение. Работники МЧС обеспечили пожарную безопасность и стабилизацию автомобиля. В выходные из-за неосторожности при курении на столичной улице Московской вспыхнула одежда на 52-летнем мужчине. Спасти его не удалось. Минск чрезвычайный. На улице Шаранговича в этот же день тоже случился пожар. Об этом по телефону 101 сообщили соседи, услышавшие поздно ночью звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Как оказалось, в квартире на восьмом этаже загорелись постельные принадлежности. Помещение окутал плотный дым, тем не менее пожарным удалось отыскать пострадавших. 66-летний хозяин квартиры лежал на горящей кровати. Вероятнее всего, мужчина заснул с незатушенной сигаретой в руках. Его супруга находилась на кухне, она не пострадала. Мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали. Со слов соседей, семья злоупотребляет алкоголем и курит. В этот раз все закончилось относительно благополучно. Сработавший извещатель помог предотвратить трагедию. С начала года 27 жителей нашей страны спаслись именно благодаря сработкам автономных пожарных извещателей. Но статистика неумолима. Причиной большинства пожаров в жилом секторе и гибели людей на них является курение, в том числе в нетрезвом состоянии. МЧС в очередной раз предупреждает, курение, алкоголь и постель несовместимы. Не оставайтесь безучастными к безопасности себя и своих квартир. Зная, что ваши соседи ведут асоциальный образ жизни, своевременно информируйте об этом соответствующие органы. Минск чрезвычайный. В воскресенье днем переполоха в городе наделала задымление на станции метро «Восток». Сразу два десятка пожарных расчетов оперативно прибыли на место. Такое большое количество техники вызвано тем, что метрополитен является объектом повышенной опасности и внимания. К счастью, серьезной ситуации не подтвердилось. Выяснилось, что в одном из помещений произошло короткое задымление электропроводки. Причину спасатели быстро устранили. Эвакуация пассажиров не потребовалась, а сам инцидент никак не повлиял на работу столичного метрополитена. Минск чрезвычайный. На этом все. Соблюдайте правила безопасности, не болейте и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Безвычайный.